Завести рыбок или собаку. Сегодня многие южноуральцы заводят совсем необычных домашних питомцев. И один из таких Антон Ахмедханов. Он хозяин змеи, геккона и тысяченожки. И вместе с ними он пришел к нам в студию. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, кто это, как их зовут. Вот в руках у вас ресничатый бананоед. Еще раз? Новокалейдонский ресничатый бананоед. Бананоед? Да, такой вид геккона. Обитает в Новокалейдонии. Кстати, до недавнего времени считался вымершим. В 1994 году их случайно обнаружили снова и завели уже их в неволе, в зоокультуре. Благодаря этому, можно сказать, целый вид спасли. А у вас как? Это тысяченожка или кефсяк. Садоводы должны знать таких. Вообще, если многих, они у нас, правда, раз в сто, наверное, меньше. Вот, едят ягоды. Вот такие обитают в Нигерии. Вот, причем, не самый большой экземпляр. Есть виды, которые еще больше, то есть до 40 сантиметров достигают. Скажите, а у них, правда, тысяча ног? Нет, конечно, это значительно меньше. То есть максимальное количество, это, по-моему, 400 парда. Хорошо, а где они живут сейчас? С вами в квартире? Да, они живут в террариумах, в контейнерах. То есть вполне нормальные. Что они питаются и как часто? Расскажите, пожалуйста. Ну, вот кефсяки питаются основными овощами, вот, либо старой листвой милой. А вот гекон, который у вас в руках, он питается насекомыми и различными фрутовыми кашами. Насекомыми? А где же, например, посреди зимы взять для него какого-нибудь таракана? Разводить самостоятельно. То есть вы занимаетесь и разведением еды для своих детей? Да, конечно. Хотя, в принципе, сейчас в зоомагазинах продается корма, продаются различные, в том числе насекомые. А расскажите, пожалуйста... Они не опасны вообще для людей? Нет, абсолютно не опасны. То есть все, что у нас в зоокультуре, вы можете купить в зоомагазинах, у заводчиков, оно, как правило, для человека потенциально вообще никакой опасности не представляет. А как вы думаете, почему стало так популярно заводить у себя дома экзотических животных? Не кошечек, собачек. Ну, во-первых, появились, скажем так, технологии, которые позволяют держать некоторых животных. Раньше, допустим, нельзя было держать животных, которым нужен ультрафиолет, потому что у них получается рахит, и они погибают. Сейчас есть специальные лампы ультрафиолетовые, то есть вот наука, чтобы мы, скажем, вперед узнали много нового о животных, поэтому сейчас держать гораздо проще. Плюс рынок, наводняясь различными товарами, различными для животных, в том числе и для экзотических, поэтому стало как бы модно, стали возить этих животных, стало, кажется, возможность их держать появилось, поэтому это вот сейчас набирает популярность. Ну что ж, мы знаем, что сегодня вы с собой принесли еще одного особенного гостя. Это змея. Да, конечно. Вот это змея, Маисовый полос. Такие обитают в Северной Америке. Упрыгал от нас геккон. Как ее зовут? Ну, ее зовут Маисовый полос. А, то есть вы не даете имена? Нет, у меня очень много животных, и, скажем, ни сил не задерживаются, поэтому давать всем имена, это как бы сложно. Скажите, они друг с другом никак не конфликтуют? Нет, они живут все в разных террариумах, в разных местах, то есть бывает такое, что кто-то кого-то может съесть, поэтому все живут отдельно. А вообще какой характер у экзотических животных? Какой-то особенный? Это зависит все от вида и порой даже от экземпляра. У одного и того же вида может быть, вот эта змея может быть очень спокойная, как вот сейчас, а другой экземпляр может быть очень кусачим, агрессивным, то есть это все зависит от животных. Так что нам сегодня повезло. Расскажите, пожалуйста, она хищница. Да, конечно, питается она грызунами, то есть это, скажем так, очень полезное животное в Северной Америке, они поедают мышей, которые едят кукурузу. Ого, грызунами, а с виду такая маленькая. Да, почему называется маисовый полос, он живет на маисовых полях, то есть на кукурузе, и там питается грызунами. И что-то она целиком может мышь проглотить? Вот этот вот уже может молодую крысу даже съесть. То есть они очень хорошо глотают большие объекты, у них, потому что череп не как вот у нас цельный, у них он состоит из нескольких костей, которые раздвигаются. А вот эта вот малышка, она взрослая? Какой возраст? Это, ну, грызунами, это около года. То есть она еще маленько вырастет, но это, в принципе, небольшая змея. А скажите, а кому бы вы не советовали заводить таких питомцев? Кому? Ну, я бы не советовал, скажем, допустим, каких-нибудь пауков заводить аллергиком. Больших змей, там, допустим, детям, то есть так вот. А все остальное, в принципе, тут ограничений никаких нет. У рептилий вообще гипоаллергенные считаются, то есть аллергии никаких нет. Поэтому каких-то противопоказаний в большинстве случаев... Я даже не знал, что на пауков бывает аллергия. Ну, пауки некоторые, да, они сочесывают ядовитые волоски, поэтому они могут как бы вызвать некоторые аллергические реакции. А что делать, если вот убежала она из террариума? Если у змея убежала, ее нужно искать. Они могут месяц, ну, ничего страшного. Детям она ничего плохого не сделает, то есть это только безобидная змея. Они могут месяц, там, полтора по дому шастать, и потом вы найдете и закормите, ничего страшного не будет. Скажите, а что у вас в планах? Кого еще приручить? Ну, в планах завести... Мне вот должны привезти сынковых иконов из Казахстана. Надеюсь, что привезут. Ну что, Таня, заведешь себе такого геккона? Ты знаешь, раньше я думала, что никогда, но вот за пять минут я так к ней привыкла, что думаю, попробовать можно. Спасибо вам, Антон, что привели к нам ваших соседей. А мы в студии говорили о экзотических домашних животных с их владельцем Антоном Ахмедхановым. Ну, а далее выпуск новостей.